Вот и настало время поделиться с вами результатами моего недельного теста на возможность нанесения максимального урона с целью его максимизации. Я скажу так, я не только побил и записал свой собственный рекорд в 265 тысяч урона, но и был невероятно удивлен тем, к чему это все привело. Но давайте по порядку. Мы, как и в настоящем тесте, пойдем поэтапно. Первым делом я протестирую билд в той сборке, которая была в оригинальном видео. Потом я покажу и еще раз протестирую свою сборку. Потом, упираясь на знания первых двух тестов, мы проверим сет школы кота и выберем идеальный вариант по навыкам, броне и оружию. Тут я как раз вам подробно расскажу, как сделать такой билд и из чего складывается урон. Но в конце мы поиграем с отварами, зачарованием и прочей мелкой фигней, которая, возможно, повлияет на урон. Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Наш Геральт сам сейчас находится в состоянии шока от того, как ему приходится драться и какой урон он при этом наносит. Уже сейчас я могу сказать, что игра явно испытывает проблемы с такими циферками, так как постоянно ломается. Но не будем тянуть кота за хвост и перейдем к тесту номер один. 10 навыков фехтования, максимизируем интоксикации для мутации Эйфория и усиливаем мутагены. Дополнительно берем из желтых ячеек повышение уровня интоксикации и плюшки от легких доспехов. На нас броня и сапоги Мантикоры, заточенные на легкость. На руках перчатки Нильфов и штаны от Сетанова Луния. В руках любой стальной меч на вечную заточку от верстаков и серебряный Арандит на воодушевление. Запиваем это дело мы водяной бабой, Экимой, Доплером и Сукубом. В бою доводим до максимальной интоксикации Громом и Лесом Морибора. Все, я готов. Доспех покрасил в белый, чтобы при смене картинки вы понимали, что белый доспех заточен на легкость. Первые несколько попыток провалились. Ну, как провалились? 200 тысяч плюс уже нельзя назвать провалом. Но все же меньше, чем ожидалось. Зато в третий раз урон превзошел все мои ожидания, так как побил и рекорд автора изначального видео, и мой рекорд на запись. 273 тысячи 617 единиц урона. Фух. Возьмем это за точку начала. И плавно перейдем к нашему второму тесту. На мне теперь черная мантикорская броня, и зачарована она на тяжелые доспехи. Соответственно, изменен целевой желтый навык. Из присущей мне грации я использовал баг с ячейками мутации, убрав четвертый ненужный навык алхимии и добавив одиннадцатый из фиктования. Читерство? Несомненно. Но во благо науки и этого теста. Стальной меч теперь заточен не на вечный баф, а на плюс 15% к силе атаки, так как я думал, что руны могут работать и при вложенном в ножны мече. Но не работали. В остальном без изменений, как и сами результаты, показанные в анонсе. Тот же дамаг от 100 до 270 тысяч. Но во время повторного теста мне не удалось повторить 275 тысяч урона, а значит урон при ношении легкого доспеха и соответствующей ячейки лучше. Как минимум потому, что это сработало. А значит давайте пробовать легкого кота. Для того, чтобы он работал, мне пришлось взять все 6 элементов доспеха, иначе бонус к 50% атаке со спины бы не работал. Для этого мне пришлось отказаться от Арандита и его повышенного урона. Все остальное, как в первом тесте. Но кот меня разочаровал. Впрочем, и неудивительно. Ну, во-первых, с ним трудно набирать очки адреналина, так как он постоянно использовал сетовый бонус, нанося урон за счет адреналина. Во-вторых, и самых главных, нанести более чем 177 тысяч урона мне не удалось, даже когда я взял в руки Арандит. И вот тут давайте разбираться. Из чего же складывается наш урон? Во-первых, это сама атака от меча. А выше чем у Арандита, ее нет ни у кого. Причем Арандит ее умеет дополнительно настакивать. Вы видите это в видео, когда он начинает пульсировать. Именно поэтому для начала необходимо поубивать утопцев. Во-вторых, это базовая плюшка от адреналина. Чем его больше, тем выше урон. Потому вместе с усилением Арандита, мы собираем себе 3 полных ячейки адреналина. Далее, это зачарование воодушевления и отвар водяной бабы, которые при полном хп увеличивают урон на 50% каждый. Но, воодушевление увеличивает до 50% в зависимости от того, будет ли при атаке реген хп. Потому мы и используем дополнительно отвар из Экимы. Очень положительно на урон сказывается и отвар из Доплера, который дает плюс 50% к силе атаки, если бить со спины. А вот Суккуб тут скорее всего для того, чтобы был, так как его 1% это очень мало. Есть аналогичный отвар из Виверны. Но там урон растет не со временем, а в зависимости от количества нанесенных ударов по врагу. И слетает при получении любого урона. Тест показал, что данные навыки, хоть и положительно сказываются на уроне, вовсе не определяют его. Стоит упомянуть и заточку меча на точильном камне. Я не знаю точно, насколько много он прибавляет урона, но много. Прям очень много, так как без этого бафа урон жестко падает. По навыкам прокачка легче некуда. Берем 10-11 навыков из линейки фиктования. При этом полностью качаем линейку сильных ударов. Два навыка из желтых навыков, интоксикацию и легкую броню. И 3-4 навыка из линейки алхимии. На порог передозировки, порог интоксикации, силу мутагенов и возможно навык охотничий инстинкт. Который должен добавлять силу крита против твари при полном адреналине. У меня он не работал, поэтому его я не брал. Но вы можете попробовать. А теперь к самому интересному. Броне. Как оказалось, бонус к урону от кота добавляет меньше урона, чем бонус к силе крита от мантикоры. В совокупности код дает плюс 75% к силе атаки. Тогда как сет мантикоры на силу крита дает буст в 130%. Учитывая, что код при этом теряет арандит. У мантикоры явное преимущество, в том числе и из-за повышенного уровня интоксикации. Тесты и так в принципе все показали. Но при этом я хочу сказать, что тестировать такой урон сложно. Потому что за один раз должно одновременно сработать целое море бонусов, пассивных скиллов, отваров, навыков и так далее. И это очень часто ломается. Например, при моем спокойном состоянии ДПС серебряного меча при полной интоксикации равен 16 тысячам. При нанесении 250 тысячного урона ДПС равен примерно 26 тысячам. Это когда фулл хп, арандит заряжен и я готов наносить удар. Но иногда, когда хп фулл, арандит заряжен и я готов наносить удар, ДПС становится ниже, чем был в спокойном состоянии. Я не знаю почему так. Мне приходилось менять броню, снимать арандит, умирать, перезагружаться, чтобы все опять стало нормальным. Но периодически это опять повторялось. Причем иногда показатели менялись каждые пару секунд. Я думаю это баг игры, которая просто не засчитывает работающие в этот момент плюшки или наоборот. Мне показывают, что они работают, а на деле нифига подобного. Но у меня получилось. Я все затестил, результаты понятны. Я уже думал заканчивать, как вспомнил про еще один арандит с зачарованием на наполнение, которое лежит у меня в инвентаре для теста. Наполнение это когда клинок наполняется силой знаков. И соответственно при наполнении знаком игни меч может наносить больше урона. Но во-первых, мы теряем 50% усиления воодушевления. Во-вторых, при использовании наполнения тратится ячейка адреналина. И в-третьих, при использовании знака уходит вся энергия, необходимая на нанесение нашего сильного удара. Неудобно и практически бесполезно. Зато горит круто. Давайте посмотрим. И несмотря на не самый высокий урон и очень сложную реализацию, для меня именно этот билд стал открытием. И дело тут даже не в максимальном уроне, который я уверен можно разогнать и до 250 тысяч. Сколько в удобстве сражения и нанесения по 60 тысяч урона обычной атакой. Скажем так, я уже приметил основу моего любимого билда и он будет использовать наполнение как зачарование для оружия. А на этом все ребята. Всем спасибо за просмотр. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. В итоге могу сказать, что нанесение такого урона в реалиях обычного боя довольно сложно. Не говоря уже о том, что сам по себе такой урон очень рандомный и при абсолютно одинаковых условиях дамаг может скакать на 50 или даже 100 тысяч урона. Но то, что такие билды даже самыми обычными атаками наносят по 40 или даже 60 тысяч урона, факт. Мне говорили об этом пару месяцев назад, а я и не верил. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом и какого дамага вам удалось достичь. Я уверен, что 275 тысяч это далеко не предел. А на этом точно все. Увидимся в следующем видео и пока на этом всем пока-пока. Вы думали на этом все? Не тут-то было. Сейчас я покажу вам тот дамаг, который фигурирует в названии видео. Просто смотрите. 285 тысяч 595 единиц урона. И тут я просто выпал. У меня там дальше видео еще минут 5 длится, где я просто стою. Это был первый тест орандита с зачарованием на наполнение и сразу на 10 тысяч выше. При том, что если броню зачаровать на силу знака, взять вместо силы и вместо отвара суккуба взять отвар на силу знаков, то этот прирост урона можно увеличить еще. Я просто сказал это в самом конце видео, а что с этим делать уже решайте сами.